Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Сегодня в хуторе и Фроловский праздник. Пришел газ. Торжественно ввели бы эксплуатацию межпоселковый газопровод и подключили первых потребителей. Быстро, комфортно и безопасно во многих многоквартирных домах Черкеска появились новые лифты. Применение здоровья сберегающих технологий. Систему мер по охране и укреплению здоровья учащихся обсуждали в общественной палате. Популярные туристические маршруты и локации Карачаева-Черкесии будут представлены в многофункциональном электронном путеводителе. Сегодня в хутор Фроловский Зеленчукского района поступил природный газ. Торжественно ввели в эксплуатацию межпоселковый газопровод и подключили первых потребителей к системе газоснабжения. Вместе с почетными гостями радость хуторян разделила и наша семочная группа. Репортаж Мурата Джинкезова. Межпоселковый газопровод до хутора Фроловский был построен в 2020 году. Затем еще 4 километра газовых сетей проложены по его улицам. Благодаря программе догосификации подключение для хуторян стало бесплатным. По поручению главы республики, помимо того, что газовая инфраструктура дойдет бесплатно, совершенно бесплатно до границ каждого домовладения, еще внутри домовладения будет выполнен за счет средств республики полностью все мероприятия по прокладке газопровода и доведению его непосредственно до приборов потребления газа. Поэтому всех, пользуясь случаем, прошу обратиться с заявлением в ПАО «Газпром» для газификации своих домовладений. С запуском газопровода около 135 домовладений и более 190 жителей получат возможность подключить газ в своих домах, сделать их еще теплее и уютнее. Сегодня все 136 домовладений хутора имеют возможность к подключению к природному газу. В Зелечевском районе работа по догосификации ведется очень активно. В настоящее время, на сегодняшний день, принято более 600 заявок, 70% из которых уже реализованы. 126 домовладений района уже подключены. Специалисты компании «Газпром» газораспределения «Черкес» построили газопровод до границ домовладений без привлечения средств потребителей. Акт о готовности сетей подписан. «Газификация домовладений специалистами общества проведена в полном объеме. Объект испытан и готов к эксплуатации. Разрешите подать газ в газопроводы?» «Разрешаю». Одним из символов программы газификации стала эстафета газа. Газовики зажигают факелы и передают их руководителям для символического пуска и зажжения газа. Вместе с почетными гостями мы стали свидетелями первой официальной подачи газа в дом жителя хутора Фроловский, пенсионера Михаила Григорьевича Каменева. «В прошлом году у нас зимой протянули трубу по хутору, но с нового года уже начали беспокоиться. Мышь райгаз два, наверное, ездил я. Ну, с февраля сказали, собирайте документы, будем тянуть у вас газ. Ну, теперь я рад, что у меня есть газ». «Раньше мы на зиму готовили машин 5-6 дров, покупали 4-5 тонн угля. Сейчас вообще стала проблема у нас в республике купить уголь. И поэтому последнюю зиму он топил только дровами. И для этого было очень много прилагалось труда, чтобы привезти эти дрова, наколоть, нарубить. Вот остались у него, теперь будет дровами топить только баню. Слава богу, у пенсионера теперь появится гораздо больше свободного времени, потому что не нужно топить печку, таскать дрова, колоть, уголь сеять. И условия жизни, я думаю, качество жизни улучшится». В Карачаево-Черкесии успешно реализуется федеральная программа по газификации регионов и программа до газификации, благодаря которой несколько тысяч жителей республики уже получили возможность безвозмездно газифицировать свои дома и пользоваться голубым топливом. И эта работа продолжается. Мурат Сенкизова, Лебастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район. Печальная весть. На 1995 году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Лидия Алексеевна Пасохина. Слова соболезнования родным и близким выражает глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Лидия Алексеевна прожила непростую, но долгую и достойную жизнь. Воевала в составе эвакогоспиталя Прибалтийского фронта, а после трудилась, поднимала страну в послевоенное время. В 1967 году Лидия Пасохина вместе с семьей переехала в Черкесск, работала диспетчером пожарной охраны завода РТИ. Для каждого из нас, Лидия Алексеевна, пример отваги, любви к родине и трудолюбия. Вечная память дорогому ветерану. Вечная слава ее великому подвигу говорится в соболезновании главы Рашида Тимрезова. В сети интернет через мессенджеры распространяется голосовое сообщение о том, что в республиканскую больницу доставлены два человека, получившие травмы в результате подрыва планшета, которых они нашли в микрорайоне Московский. МВД по Карачаевой Черкесской Республике официально заявляет, что данное сообщение не соответствует действительности и носит фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано. В полиции проводится работа, направленная на установление и привлечение к ответственности лиц, причастных к распространению недостоверной информации. Напоминаем, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, предусмотрена административная ответственность. Министерство внутренних дел по Карачаевой Черкесской Республике призывает граждан проявлять бдительность и ориентироваться на официальные источники информации. За последние шесть лет столице Карачаевой Черкесии по программе капитального ремонта заменили 120 лифтов, в том числе более 20 в этом году. На данный момент новое оборудование установлено в 44 многоквартирных жилых домах, создаваемом в черкесской комфорте и некоторых появившихся проблемах в репортаже корреспондента Артура Мхце. Одной из причин остановок, отключения лифта, служит неправильная их эксплуатация. В этом доме по улице Октябрьска в течение двух летних месяцев текущего года было заменено отслужившее свой срок лифтовое оборудование. Когда установленный по программе капитального ремонта подъемник наконец-то заработал, люди вздохнули с облегчением. Мол, пешие прогулки по лестницам остались в прошлом. На первых порах новинка действительно радовала комфортом. Вместимость куда больше, не слышно и звуков подозрительного скрижета из шахты. Однако затем лифт просто перестал работать. В управляющей компании разводили руками. Лишь специалисты регионального управления жилищного надзора помогли достучаться до организации, которая должна контролировать состояние подобного оборудования. И лифт снова поехал. В нынешнем году работы по установке в Черкесске новых подъемников были проведены в восьми многоквартирных жилых домах. Участие в приемке современного типа конструкций принимали представители Ростехнадзора, мэрии, фонда капитального ремонта, управляющих организаций и сами собственники жилья. Работали в начале сентября. И потом? А потом вот так. Не работают и все, не работают и все. Ну потом останавливались. Периодически. Периодически. Периодически стояли. Ну вызывали. Застревали. Ну сейчас вроде более-менее пошло. А потом наша старшая по дому, она и Лида, вызвали этого начальника. В тестовом режиме лифты были пущены еще в августе. И люди уже могли пользоваться. Да, от жителей многоквартирных домов поступают нарекания по поводу частых остановок лифтов, отключений. Хочу в этой связи обратить внимание жителей на то, что лифты еще работают в тестовом режиме. Происходит еще до сих пор их обкатка, наладка, регулировка. Лифты чувствительные, в них много электроники. Наладка оборудования действительно требует некоторого времени. Другое дело, что кое-где подъемные устройства постепенно приобретают сходство со своими предшественниками. В целом лифты слабошумные, кабины светлые, комфортные. В них установлены антивандальные кнопки. И вот в этой связи особый гнев и возмущение вызывают то, что не успели пустить лифты в работу. Как что мы видим? Кабины поцарапаны, электронное табло поцарапаны, кнопки вырваны. И печально, что это не приходят делать жители соседних домов. Это делают свои же жители вот этих многоквартирных домов. Представители управления ЖКХ просят горожан бережнее относиться к тому, что для них делается. Ведь установленные сейчас лифты никто не будет менять в течение минимум четверти века. То есть людям придется все это время лицезреть те художества, которые они решат оставить на долгую память себе и другим. За техническое состояние отвечает специальная служба, связаться с которой при поломке лифта обязаны представители управляющей компании. Но вот так сказать за картинку в ответе – сами жители. Артур Мухцелек, Молхожев, Мухаммед Ашебоков. Вести Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды. После мы продолжим выпуск. Артур Мухцелек, Мухаммед Ашебоков. Артур Мухцелек, Мухаммед Ашебоков. Вы ее ждали! Новая коллекция шуб, пальто, курток по низким ценам. Рассрочка без переплаты и первого взноса. Ждем вас. Кавказская 42. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкеск. С 29 октября по 4 декабря в Кисловодском цирке «Тайна пирата». Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8 938 333 9200. Продолжаем выпуск. Система мер по охране и укреплению здоровья учащихся. Эту тему обсуждали в общественной палате Карачао-Черкесии. Выслушав представителей системы образования, здравоохранения, обозначили ряд шагов в применении здоровья сберегающих технологий. Альбина Ламкова узнавала, насколько поднятая проблема важна для нашего региона. Необходимость обсуждения темы перевода системы образования на здоровье, развивающую основу, возникла давно. Решение проблемы устойчивого ухудшения здоровья детей в образовательных учреждениях требует особого отношения, отметила председатель общественной палаты Карачао-Черкесии Лена Лешова. Почему появилась, соответственно, данная проблема? Для нас для всех не секрет, что происходит ухудшение здоровья несовершеннолетних процессов обучения в образовательных организациях. И это происходит не только, соответственно, в нашей регионе или даже в Российской Федерации. Это в целом мире констатируется такой факт. И мы знаем, что непосредственно несовершеннолетние начинают болеть заболевания, которые характерны даже для пожилых людей. Факторы, влияющие на состояние здоровья детей и подростков, увеличиваются. Об этом свидетельствуют данные медицинских осмотров. На сегодняшний день на первом месте патология органов зрения. Дети у нас, наверное, безограниченно занимаются по времени гаджетами. Потом мы все посещаем с врачом-окулистом. На сегодняшний день у нас очень повышенный. И спрос в врачом-окулистом очень повышенный. Патология ортопедическая у нас тоже не уменьшается. И не уменьшается тоже психоневрологическая патология. Поэтому у нас идет большая работа также психологами школы. К моменту окончания школы каждый третий выпускник имеет близорукость. Нарушение осанки. Каждый четвертый – патологию сердечно-сосудистой системы. Особую тревогу вызывает состояние нервно-психического здоровья учащихся. Идет увеличение гастроэнтерологической патологии. Поэтому необходима не только организация федеральной программы, но и ее реализация за короткое время. А также кем будет исполнено и в какие сроки. Наш президент Владимир Владимирович Путин обратил внимание на эту тему. Были федеральные программы. Но, к сожалению, реализация этих программ не была четко прописана. Шаги. Вообще, что понимается под здоровье разбивающей, под здоровье сберегающей траектории. Участники в решении проблемы стойкой тенденции деградации здоровья детей во время обучения высказались за переход от слов к делу. И рекомендовали власти начать практически решать проблему через создание принципиально нового социального управления воспроизводством народа. Здравоохранение через образование. Альбин Ламкова, Расул Бердиев, Вести Корчаева, Черкесия. Популярные туристические маршруты и локации Карачаева-Черкесии впервые будут представлены в многофункциональном электронном путеводителе. Разработка приложения стала возможной благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства Российской Федерации получения финансовой поддержки на развитие туротрасли. Реализуемый проект представит гостям республики цифровое сопровождение сразу 70 туристических маршрутов, в числе которых самые популярные природные и культурные достопримечательности региона. А также обозначат характеристики направлений для подбора по физическому состоянию и возрасту туриста. Более того, в приложении будет предусмотрена возможность забронировать туристические услуги и средства размещения. По завершении разработки приложение будет доступно на площадках App Store и Play Market. Это все вести, а прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Художник». «Художник»